В Азербайджанской столице стартовал 18-й саммит глав государств и правительств стран-членов движения «Неприсоединение». Председательство Азербайджана в структуре послужит усовершенствованию и оживлению координационных работ между странами-членами движения, а также налаживанию диалога с ведущими международными организациями. Движение «Неприсоединение» объединяет 120 стран мира, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Азербайджан является участником движения с 2011 года. За это время страна завоевала доверие и поддержку глав членов организации. Решение о проведении мероприятия в Азербайджане было принято на последнем саммите глав государств и правительств. В 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в движении «Неприсоединение». За работой саммита наблюдает съемочная группа CBC. С нами на прямой связи корреспондент Эсмира Алиева. Здравствуйте, Эсмира. Какие направления станут приоритетными за время председательства Баку? Здравствуйте, Федан. Мы продолжаем следить за 18-м саммитом глав государств и правительств движения «Неприсоединение». Приоритетами Баку в период председательства будут усиление роли организации и взаимоотношений с Организацией Объединенных Наций. Азербайджан также намерен акцентировать внимание и на молодежной политике. Именно Баку впервые инициировал проведение молодежного саммита как практической меры по достижению целей, поставленных передвижением «Неприсоединение». Он проходит параллельно с саммитом и собрал 40 молодых представителей стран-участниц. Документы, принятые по итогам саммита, охватят различные аспекты в молодежной политике, в том числе расширение участия молодежи в государственном управлении, решение ее проблем, связанных с образованием и занятостью, а также более активное участие молодежи в достижении задач в повестке дня в области целей устойчивого развития на период до 2030 года. Сегодня движение и присоединение является самой крупной политической платформой после Организации Объединенных Наций. Структура трансформировалась в один из важных многосторонних механизмов, сумевших сохранить актуальность и возможности влияния на международные отношения.